Я не буду говорить о молитве вообще, о разных формах молитвы с точки зрения христианской традиции. Мы интересуемся сейчас молитвы с точки зрения еврейской традиции. И вы знаете, многие говорят, что традиции – это плохо, но в действительности традиции – это хорошо, если мы их правильно и разумно понимаем и применяем. Согласны? И есть такое очень простое определение молитвы. Молитва – это разговор человека с Богом. Молитва – это разговор человека с Богом. И мы должны еще отметить, что это не формула и не ритуал. В некоторых традициях молитва превращается в какой-то определенный ритуал. Он должен выучить определенное количество слов, точно сказать молитву, слово, слово. Желательно, чтобы еще там не по-русски, а как-то особо выкрутить, так, чтобы было вроде бы как красивше. Вы понимаете? И вот когда мы точно произнесем, и некоторые там надо 50 раз произнести «Отче наш», и мы получим благодать. Но в действительности это неправильная позиция. Вы сами понимаете. Бога заставить что-либо сделать невозможно. И если наша молитва не по Его воле, в лучшем случае он просто усмехнется и скажет, что вы делаете? Но с другой стороны, у нас часто возникают такие проблемы. Когда мы не знаем, о чем молиться. Ну, некоторые говорят, ну, не знаешь, о чем молиться, да, молись духом. Ну, и начинается какое-то невнятное обормотание. Есть молитва духом, а есть просто человек сам не знает что. И вот он привычные слова проговаривает, совершенно не зная смысла и не понимая этого. Поэтому нужно знать, как и в любой вещи, да, законы. Если мы сочиняем стихи, несмотря на то, что каждый человек может сочинить свои стихи, и могут быть очень талантливые стихи, менее талантливые стихи. Но если мы не подчиняемся законам, по которым мы сочиняем эти стихи, ритм там, рифма и так далее, то у нас стихи выйдут плохие. Даже если мы в них вложим хорошие чувства. Правда? И в то же время, если мы возьмем чужие стихи и будем механически завучивать, тоже у нас будет плохо. Поэтому надо иметь свою определенную грань этого. И надо понимать, что есть традиции, есть формы молитвы, но в каждую форму надо приносить определенное содержание. И когда люди служат, не думая, или, например, хорошо молиться и пользоваться духовными дарами, но когда люди переборщивают в этом, что апостол Павел говорил, люди придут, увидят и скажут, что вы что? Беснуетесь. То есть, законы молитвы, они определенные. И, я думаю, они даны Богом, они даны Торы и Фтори, Танахи. Мы можем видеть очень много пример хороших молитв. Поэтому не пренебрегайте еврейским Сидуром. Правда? Не думайте, что если это Сидур, и эти молитвы были сочинены там 2-3 тысячи лет назад, то они сейчас не актуальны. Но в то же время всякая молитва – это прежде всего, что? Работа сердца, обязанности сердца. Если сердце наше не работает в молитве, то молитва – просто пустое колебание, да? Звук. Кивал – звучащий. Есть у пророка Исаии, в первой главе, очень хорошее понимание. Что просит Господь? Это с 12 стиха. «Когда вы приходите являться перед лицом Моё, то требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои. Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячие и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Нововесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их». Как вы думаете, это Бог против евреев выступает? Или против еврейских праздников, что они так уже надоели Богу? Или против еврейских жертвоприношений, что они надоели Богу? Нет, не в этом проблема. В чем же проблема? С 15 стиха. «Когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. Когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Тогда пройдите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег уберю. Если будут красны, как пурву, как волну уберю». Итак, видите, молитва должна исходить из чего? Из сердца, да? Но если из сердца нашего выходят злые замыслы, злые дела, да, всякие беззакония, можем ли мы совершить нормальную молитву? Правда? В русском языке, как я уже говорил, что мы говорим, то мы и есть. И язык – это целая система мышления. В русском языке слово молить, да? Это что? Просить, да? Молиться. Просить для кого? Для себя или о себе, да? Просить о себе. Молиться. И еще слово молить, молвить, да? Говорить. Говорить. Но мы будем потом разбирать, что в молитве важно говорить, но важно и слушать. Потому что молитва – это разговор. А разговор? В разговоре как минимум участвует сколько? Двое. В разговоре как минимум участвует двое. И есть еврейское определение молитвы? Еврейское определение молитвы – это тфила. Тфила – молитва. От корня – па-лель. Нет, не тфила, а тфила Т, Ф, Э, Л Корень Палель Палель П, Л, Л Тфила Тфила это молитва Молиться Ле Гид Палель А если я молюсь Мид Палель Гид и мид это то же самое, что ся И что же означает корень Палель Корень это слово означает судить, отличать, выяснять Принимать решение Итак, корень Палель, от которого происходит слово тфила, молитва Означает судить, отличать, выяснять, принимать решение То есть, мы должны отличать, например, слухи от реальности, да, и фантазии различных Мы должны отличать хорошее и плохое, правда, и хорошее и плохое, если мы имеем ввиду возвратное, что? Ком мы должны, прежде всего, в себе, да, в себе Из каких позиций мы должны эту оценку производить? По каким критериям мы должны производить оценку? По Божьим критериям, да? Откуда мы можем знать эти Божьи критерии? И Слово Божье, да? Если мы изучаем Слово Божье, то мы тогда знаем, как Бог смотрит на определенные вещи Мы с вами, помните, вчера разговаривали, да, все-таки наказывает Бог или не наказывает Бог Да, и, по-моему, Луки 12 глава, 47-48 стих, да, говорят, что тот, кто делал что-то плохое, да, не знал, что он делал плохое А что, будут его бить? Будут бить, да? Но тот, кто знал, да, тот, кто знал и делал, он будет бить больше Почему же тот, кто не знал, но делал, знаете, какой он грех совершает? Это мы говорили Авон, да, Авон, Пеша и Хета, грех, да? Хета, грех, грех по ошибке, да, он не знал Он ошибочно сделал, он думал, что как лучше, а получилось Хет, да? Но, если человек совершает грех и знает, что это грех, то он какой совершает грех? Пеша, да, бунт, бунт осознанный А бунт против Бога – это более серьезное, это более серьезное наказание Итак, для того, чтобы мы могли правильно оценить себя, это не значит, что не надо учить слово, тогда будет меньше бить Знаете, тогда чаще тебя будет бить Бить будут понемногу, но часто Да? Потому что ты не знаешь, что делаешь Но если ты знаешь, что этого делать нельзя и не делаешь, значит, тебя бить вообще не будут Поэтому лучше все-таки знать, правда? Лучше все-таки знать Итак, если мы знаем и высказываем определенные суждения Видите, суждения и суд – это не значит осуждение Кто нас осуждает? Дьявол, да? Часто Дьявол нас осуждает Если мы думаем Сначала дьявол пытается сделать так, чтобы мы согрешили А потом он говорит, ну ты уже согрешил, все Тебе уже нет спасения и ты будешь мучиться постоянно, да? Но нам нужно принять определенные меры И мы знаем, что кровь Ишуа, Мессии, нас очищает от всякого река Да? И это тоже входит в молитву Это тоже входит в молитву То есть мы должны оценить самого себя И мы должны сделать какие-то вещи, чтобы исправить себя, свою жизнь, свое поведение И слово суждение Суждение, не осуждение, а суждение На еврите плела А словом плелим Плелим – это что? Множественное число от плела Плела – это суждение П-Л-Л-А Плела – множественное плелим – суждение Это используется в значении суд Исход 21, дробь 22 Функцией суда является не только наказание Провинившегося Если суд только наказывает провинившегося То это не еврейский суд Еврейский суд должен установить истину И должен восстановить справедливость Настолько, насколько это возможно восстановить И видите, в тех случаях, когда человек не может восстановить Как убийство, например, да? Или прелюбодеяние Если ты уже совершил Такой грех ты не можешь восстановить, правда? И при этом В Танахе говорится, что это тот текст о грехе к смерти Я считаю, что таких грехов три Это прелюбодеяние Опять-таки, это сознательное прелюбодеяние Когда ты знаешь, что ты делаешь Вот Или там Сексуальные грехи Которые там с животными Гомосексуализм и так далее То, что запрещено Торы Убийство Да? И богохульство И вы согласны, что эти три греха относятся к бунту Против Бога, да? Поэтому Танах говорит, что В таком случае Что? Побивали камнями Или убивали, да? То есть, человек наказывался убийством Благодарю Господа Ишуа Мессии Что и такие люди могут, да? Покаяться и получить прощение Но бывает, что очень трудно восстановить справедливость Если женщину изнасиловали Она будет страдать Всю жизнь, правда? Обратно уже не получится Обратно уже не получится Если человека убили Обратно что его? Не воскресишь, правда? Не воскресишь И если произносят хулу На Духа Святого То хула это что? Тоже непрощаемый грех Здесь имеется ввиду, опять-таки, какая хула? Когда человек, будучи верующим Сознательно это совершает Так что не думайте, что если вы похулили Бога Так случайно, значит И так далее За это вы получите наказание Но это не есть к смерти Правда? Но хула, когда вы сознательно отходите к Богу И такому человеку очень трудно вернуться к Богу И получить прощение Поэтому тут дело не в грехе А дело в сердце человека Правда? Хорошо Итак Плейлим означает суд Используется в значении суд И, значит, молиться это что? Оценивать, судить себя с точки зрения Бога С точки зрения Бога И поэтому молиться Ле гид па лель Оно имеет возвратную форму То есть молитва Это самооценка Суд над самим собой Это жажда души определить Что является действительно значимым И отвергнуть иллюзорность Которая пытается притвориться реальностью Это определение я беру Из вступления к еврейскому седуру Вот такое интересное и важное определение молитвы Итак, молитва исходит откуда? Из сердца человека Да? Молитва еврейская Она не просьба Просьба Дай, дай, дай Но она что? Она оценка 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 человека И молитва может С такой точки зрения быть И как просьба И как служение Естественно, мы всегда просим И слабый всегда просит усильного И то, что ребенок просит у своих родителей Это нормально, да? Но ненормально, если что он? Все отношения сводятся к одним просьбам И есть молитва как служение Почему? Потому что сказано Служи Господу Богу твоему Всем сердцем твоим Вот, служение сердцем Маймонит В своей книге «Законы молитвы» Он говорит, что служение сердцем Это что? Это и есть молитва Служение сердца Это и есть молитва Еще говорят Такое определение Обязанность сердца Опять-таки слово «обязанность» Одно из еще означений Вот слово «тфила» Отсюда есть «тфилин» «Тфилин» Это что у нас? Ремешок, да? Вот видите, «обязанность» Русское слово «обязанность» Происходит от какого слова? Обязанность Обязанность, да? Обязанность Обязанность, да? Оповязково, да? Оповьензок Есть украинское язык «В» Да? Вот, то есть обязанность Обязанность нашего сердца И когда мы налагаем тфилин Это символ, да? Символ того, что мы имеем связь с Богом И в тфилине Что мы в коробочке находимся? Слово Божие, да? И что судит нас? Слово Божие, да? Слово Божие судит нас Поэтому это служение сердцу Или обязанность сердца Тоже можем дать такое определение Есть, как еврейская традиция говорит Четыре способа связи со Всевышним Четыре колала Благодаря которым человек Выйдя за свойственные ему конечные ранки Может установить контакт с Богом Это лимуд 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 Ламет мем далит Лимуд Изучение Это что? Когда мы что делаем? Изучаем Слово Божие Есть эмоции Эмоциональные Агавад Гошем Как вы думаете Если наша молитва не эмоциональна? Просто мы говорим Как вот робот говорит Должны мы вкладывать эмоции Правда? Да И какая главная эмоция? Агавад Гошем Любовь Любовь к Богу Да Она лежит Если лимуд Изучение лежит в области интеллекта Да Агавад Гошем Любовь к Богу Это где? В эмоциях человека Да В воле человека Что лежит? Соблюдение заповедей Очень интересно Видите Даже Мы читали Первая глава Пророка Исаии Почему-то Результат молитвы Связывается С соблюдением заповедей Что делаете? Делайте Добро Ищите правде Спасайте унитенного Защищайте Сироту И уступайтесь За вдову Но это не значит Что спасение утопающих Дело рук самих утопающих Хотя это Наверное Талмудическая мысль Судя по всему Да? Вот Но если мы Имеем спасение Если мы Имеем Любовь к Богу Но не имеем Добрых дел Да? То Яков пишет А Яков очень еврейский Такой Мудрец Он говорит что? То очень сомнительно Что мы имеем Такое спасение Поэтому Ну вообще-то Мы говорим Митцвот Соблюдение заповедей Заповеди Соблюдение заповедей Если мы не соблюдаем Заповеди Божьи Да? То мы что? Мало что От нас Да? Мало что у нас Есть Хорошо Значит И если Интеллект Это изучение Слова Божия Эмоции Это Любовь к Господу И воля Есть Соблюдение Заповедей И молитва Тфила И молитва Она включает Всего человека Да? Тело человека Участвует в молитве Правда? Мы принимаем И позы Принимаем Но это не потому Что принято нас Там допустим Стоять Или руки по швам Или руки Складывать ладошки Определенным образом Ну знаете Когда человек Простирается низ Перед Богом Видя его величие Правда? Это тоже молитвенная поза Или становится На колени перед Богом В знак смирения Или поднимает Руки кверху Вы душ принимаете, да? Когда душ принимаете Хочется так Чтобы текло по рукам Правда? Значит Тело участвует в молитве Душа участвует в молитве Вот И тфила Это то Что участвует И дух И душа И тело Да? Тфила Итак Первое мы говорили Это лимут Изучение Оно в области воли Агават Гошем Любовь к Богу Так Оно в области эмоций И шмират Гамитсвот Это мы Соблюдение Заповеди Значит Да Лимут Изучаем слово Божие Лимут Так Лимут Второе Агават Гошем Агават Гошем Так Шмират Гамитсвот Шмират Гамитсвот Гамитсвот Так И все Вместе Тфила Да? Тфила Четвертая тфила Она Уже Четвертая Это первая Вторая Третья И четвертая И четвертая Молитва Да? Первая Это что? Разум Лимут Мы разумом изучаем Агават Гошем Это что? Эмоции Это воля И фила Молитва Здесь без Духа Мы не можем Да? Молитва Она Включает Себе И Тело И душу Да? И дух Причем Мы мало Уделяем Мы Очень много Уделяем Духу И это хорошо И это правильно И Духу Божьему И Дух Человеческий Тоже участвует В молитве Но мы Также понять Еще и душевное Нужно Потому что Интересно Что первая Коринфянам Почему-то Ставит Приоритеты Первая Коринфянам 15 глава 46 стих Но не Духовное Прежде А душевное А потом Духовное Как вы думаете Будет Дух Наш возрастать Назидаться Если мы будем Делать Некоторые Душевные Дела Связанные С интеллектом Да? С эмоциями И с Волей Нашей Но это Не все Дух Божий И дух Человеческий И Если Дух Божий Живет В нас Да? Буду Молиться Духом Буду Молиться Духом Каким Духом? Может быть И своим Да? А может быть Духом Божьим Который У нас Знаете Трудно Разделить Дух Божий И дух Человеческий Да Вот я Работал На Кислород Маше Завод Кислород Маш Не знаю Сейчас он Работает Или нет Он Делает Оборудование Различное Машины Делал Для таких Чтобы Перевозить Ёмкости Кислород А также Там был Отдельный Цех Который Отделял Кислород И азот Да? И Я думал Всегда Дух Человеческий И дух Божий На что Это похоже Вот как Может Дух Божий Жить Внутри Нас Вот Сколько 78% Азота В атмосфере Да? Азот Это жизнеспособный Газ Само Определение Азот Безжизненный Кислород Дает Жизнь Правда? И 20% Кислорода Когда мы Дышим Воздухом Мы что Делаем Сначала Вдох Кислородом Потом Азотом Он Смешанный Нас Да? И Поэтому Дух Божий Это можно Конечно Теоретизировать Очень много Но Дух Божий Дух Человеческий Когда они Вместе Дух Божий Живет Нас Да? Это Как Воздух Нельзя Отделить Да? А знаете Как отделяет Кислород И азот? Замораживает Замораживает При температуре Я не помню 170 Там Минус Градусов Выделяется Сначала Кислород Потом Еще там Ниже Температура Азот Или наоборот Да? И вот Такой Температуре Заморозьте И вы Можете Отдельно Собрать В один Баллон Жидкий Кислород В другой Баллон Можете Собрать Жидкий Азот А что Нужно Сделать С С С С С С С чтобы из него Дух Божий отошел? Заморозьте его, да? Как только человек заморозится, видите, охладит, да? Помните, что сделал Амалек с евреями в пустыне? Он охладил. И они начали думать, а точно ли с нами Бог? Правда? Очень интересная и хорошая аналогия. И мы не можем обращаться к евреям и говорить не на их языке, потому что это мы, это наш народ. И Павел говорил 1 Коринфянам 9 главе 20 стих. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных и так далее. То есть, если мы приходим и говорим с традиционным евреем, и мы говорим, что мы не молимся Посидуру, и мы отвергаем все то наследие, которое дал нам иудаизм, то что мы делаем? Мы отвергаем тем самым и самого еврея. Правда? Душу его, культуру его и так далее. Есть еще очень интересное понятие, понимание молитвы. Из книги Раби Бахья, бен Иосиф, бен Пакуда. Раби Бахья, бен Иосиф, бен Пакуда. Обязанности сердца. Вот что он пишет о молитве. Там целая книга, но я взял небольшой отрывок. Раби Бахья, бен Иосиф, бен Пакуда. Раби Бахья, бен Иосиф, бен Пакуда. Тоже жил в средние века, если не ошибаюсь, в Испании. И он писал так. В исполнении заповедей очень важна чистота намерений. Все наши действия должны быть посвящены Всевышнему. В исполнении заповедей, то в числе и заповедей о молитве, что нужно? Чистота. Чистота намерений. Все наши действия должны быть посвящены Всевышнему. Нельзя рассчитывать на признание людей, тем более не следует бояться критики. Часто то, что мы делаем, мы не делаем. Из-за чего? Из-за того, что боимся критики. Не бойтесь критики. Нельзя рассчитывать на признание людей, а тем более не следует бояться критики. Кто самый отец критики? Сатан, он и придумал критику. Это относится к любым добрым делам. Ведь если люди помогают не от чистого сердца, то они обязательно чувствуют фальшь. Такого неискреннего поступка. Что уж говорить об обязанности перед Господом, которому известны все наши помыслы. Исповедь перед Богом должна быть абсолютно искренней. Следует очистить душу от всяких мирских забот, сосредоточиться и молиться так, как велились великие праводники. Господи, к Тебе обращены все помыслы мои. От бренных мыслей душу меня освободи. Заботой о Тебе полна душа моя. От всех других дел освободи меня. И тогда Всевышний приведет молитву. Итак, чему нас учит Раби? Что прежде чем молиться, мы что должны сделать? Очистить и подготовить свое сердце. И вот что интересно. И что интересно. Помните, когда Павел... Когда Павел... Нет, не Павел. Петр. Петр. Помните, когда опустилось это... Что там одеяло или там простыня, да? С едой, да. Вот. Он молился. Он размышлял. Он размышлял о Боге, да? Он размышлял о Боге. И я потом вам найду это место. Еврейская традиция говорит, что ты, если даже 10 минут хочешь помолиться, то лучше час, так Талмуде сказал, лучше час потратить на подготовку своего сердца. Мы очень мало обычно выделяем этого, правда? Часто наши молитвы очень быстрые. И мы просто говорим то, что нам нужно сказать, и все. Итак, значит, мы говорим, что подготовка к сердцу. Очистить свое сердце. Молитву, еще запишите, очень хорошее определение. Выражена в словах, но суть ее в чувствах. Молитва выражена в словах, но суть ее в чувствах. Если наша молитва не идет от нашего сердца, вы сами понимаете, да? Если мы не вкладываем наши чувства, то это, конечно, тоже молитва, но не такая молитва, которую хочет Бог. Если человек обращается к Богу без надлежащей духовной подготовки, слова его останутся мертвы, как тело без души. Поэтому сказали наши мудрецы, нельзя молиться, если человек не может полностью сосредоточиться на произносимых им словах. Когда ты чем-то озабочен, обеспокоен, да? То на еврите это слово, вы знаете, как называется, да? Когда ты в гневе находишься, или когда твой организм затуманен алкоголем и так далее. Конечно, молиться можно в любой момент. Если тебе срочно нужно молиться, падаешь ты с 10 этажа и молишься, тут уже не играет роли. Но если ты хочешь совершить такую настоящую твилу, то что, в таком состоянии нельзя, да? Нужно привести себя в определенное состояние. Итак, значит, если человек обращается к Богу без надлежащей духовной подготовки, слова его останутся мертвы, как тело без души. Нельзя молиться, если человек не может полностью сосредоточиться на произносимых их словах. Не сказано, нежелательно, нельзя молиться. Да, теперь, когда мы говорим о молитвах, которые записаны в Сидоре. Молитвы были составлены мудрецами и пророками. Ведь в момент обращения к царю царей, человеку трудно бывает найти подходящие слова. И мысли разбегаются. Вот у нас сегодня была проблема молиться. Мы с ней взяли на литву и на тетрадь и сразу начали думать, о чем же будем молиться. А, давайте о том помолимся. Давайте о том помолимся, да? А есть одна универсальная молитва, которую все включают, и мы о ней будем завтра, скорее всего, говорить. Называется какая? Называется Шмане Сре. И Отче наш – это один из вариантов этой молитвы Шмане Сре. То есть, там 18 благословений, да? А в 18 главных пунктах, к которым мы обращаемся Богу. И остальные, все пункты, они подходят к какому-нибудь из них. Правда? То есть, когда человек не знает, о чем молиться, мысли разбегаются, то он берет молитву из Сидора. Важны, в конце концов, не слова, а искренность чувств и чистота намерений. Вы знаете, что молиться можно и без слов, да? Можно молиться в непонятных словах, можно не гун, но можно молиться без слов. И молитва без слов есть такая немая амеда. Когда люди просто встают, да, немая амеда, они ничего не говорят, они мысленно просто проговаривают амеду. Если у вас нет возможности молиться где-то в каком-то пространстве, вы находитесь и видят, что кто-то бормочет, ну, сейчас это уже людей не пугает, думают, что ж ты по мобильнику разговариваешь, а раньше тебя могли бы за это и в психушку засудить, да? Тихо сам с собой я веду беседу. То можете молиться молча, да? Бог такую молитву тоже примет. Но сердце должно ваше быть в этом задействовано. Итак, важны, в конце концов, не слова, а искренность чувств и чистота намерений. Не случайно в некоторых случаях разрешено приносить сокращенную молитву. Если бы весь смысл молитвы заключался в словах, никто не стал бы ее сокращать. Теперь еще запишите такое определение. Цель молитвы – искренняя исповедь, подчинение воле Божьей и благодарность Ему за доброту и милосердие. Цель молитвы – искренняя исповедь, подчинение воле Божьей и благодарность Ему за доброту и милосердие. Да. Цель молитвы – искренняя исповедь, подчинение воле Божьей и благодарность Ему за доброту и милосердие. Можем мы как-то вот это сделать без молитвы? Нет. Правда? Без молитвы мы это сделать не можем. Значит, цель молитвы – искренняя исповедь, подчинение воле Божьей и благодарность Ему за доброту и милосердие. Есть молитвы, конечно, общинные, а есть молитвы индивидуальные. И если мы индивидуальную молитву, только наедине я и Бог, молитва – это дело интимное. Никто, кроме Господа, не может знать, с какими помыслами мы обращаемся к Богу. В молитве проверяется чистота твоих намерений. То же самое касается любых ритуальных действий, заповеданных нам Богом – возложение твилин, укрепление мезузы, постройки суки. Вот так пишет Раби Бахья бен Иосиф бен Покуда в своей книге «Обязанности сердца». Это говорится о молитве. Это говорится о молитве. Еще немножко возьмем из Сидура. Мы говорим, что молитва – это диалог. Молитва – это диалог. Это разговор с Богом. Правда? Человек карабкается в гору навстречу Богу, в то время как он спускается с вершины горы. Две руки смыкаются, как при рукопожатии. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы. И взошел Моисей. Исход – 19.10. То есть, когда совершается молитва, Бог не находится где-то высоко. Он снисходит к нам. И когда Бог снисходит к нам, как мы говорим о Божьем присутствии, которое? Шахина. Шахина Божья приходит к нам. И мы это Божье присутствие можем, иногда не чувствуем, но иногда очень даже реально чувствуем. Правда? Шахина Божья приходит к нам. И в то же время мы поднимаемся вверх, так как Моисей сходил на гору. Склонись к молитве слуги твоего и к мольму, о Господи, Божий мой, и пусть глаза твои будут опрощены к дому, имеется в виду этому храму, в русском переводе, и днем, и ночью. Так, в книге царств, помните, молился, когда переносил Скинию, да, в книге царств, 8 глава, 28 стих. В молитве движутся оба, и Бог, это первое царство, это значит, какая у нас третье? Третье царство, 8, 28. В молитве движутся оба, и Бог, и человек. При остальных трех путях служения движется человек, а Бог недвижим. То есть, если мы просто изучаем Тору, да, высказываем свою любовь к Господу или выполняем заповеди, человек движется к Богу. Но Бог остается на своем месте. Если человек молится, Бог спускается к нему. И это явлено, и это чувствует сам человек, и могут чувствовать окружающие. Диалог происходит, когда кто-то обращается к другому лицу, даже если это лицо временно хранит молчание. Мы знаем, что Бог не всегда отвечает на наши молитвы, да? Бог иногда скрывает свое лицо. Есть определенные причины у Бога скрывать лицо. Это может быть и наше поведение, да, и какие-то, что он не согласен с нами, и другие вещи. А может, он просто не хочет отвечать. Он Бог. Но в любом случае, да, мы обращаемся к нему. Мы обращаемся к нему. Вот был Иов, и были очень религиозные товарищи у него, да? Вот все, что они говорили, это было хорошо. Некоторые вещи были правильные, но это было все очень религиозно, да? Но Иов, он молился Богу. И Бог что? Сошел к нему, да? И что ему Бог ответил? Я Бог, и все. Вот его главный ответ. А ты кто такой, да? Знаете, а нет, а ты кто такой, да? Вот, я Бог, а ты кто такой? И все. И Иов все понял. И этого ему было достаточно. Но, может быть, какие-то откровения были у Иову позже, потому что в книге Иова записано, как там Сатана разговаривал, да, с Богом и так далее. Но, если мы видим из диалога, Бог только показал Иову, что? Своё величие. Но интересно, что Иов, даже будучи в самых тяжелых обстоятельствах, он говорил, я верю, что мой, что, спаситель, мой исправитель жив, да? И он даже поднимет меня из праха земного. То есть, да, и я узрю Бога в оплоти своей, да. Это тоже показывает, что воскрешение будет в оплоти, правда? Хорошо. Итак, диалог подразумевает также общение, участие и взаимодействие. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с ближним своим. Исход 33.11. Идеальное общение во время молитвы обозначается словом АДХ. Значит, к тебе или вплоть до тебя. АДХ. АДХ. АДХ – это идеальное общение во время молитвы. АД означает К, да? Д – до тебя, да? АДХ – до тебя. И еще интересно, что Милинский халон говорил, что Бог есть кто? Царь. Мелех. И обе стороны входят в отношения с царем свободно. Подданные добровольно клянутся своей верности, а царь советуется с подданными. Там время? Скажите, когда. И Мелех. И если переставить те же самые буквы. М, Л, Эх. И в страдательном залоге Нимлах. Посоветоваться. Нимлах. Да? Мелех. М, Л, Эх. Нимлах. Н добавляется. Нимлах. Означает посоветоваться. То есть царь что делает? Советуется с подданным. Это удивительно, что Бог, оказывается, советуется с нами. Мы знаем, что Бог и так все может сделать. Но почему-то Бог не хочет некоторые вещи делать без того, как Его попросят об этом. Согласны? Да? И самое, что интересное. Бог не просто это делает, но Он ищет ходатая. Ищет того, кто встанет в молитве за народ Божий. Это мы можем видеть из книги Эстер. Да? Помните? Говорит Эстер Мардыхай. Если ты не будешь, да? То помощь придет из другого места. Да? Из другого места Бог найдет того человека, через которого пойдет эта молитва. Но лучше, если мы сразу услышим Божью волю и будем его выполнять. Правда? Дело империрует.